Приветствую вас! Это Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я расскажу о том, как перестать ругаться с любимым человеком. Я вам дам несколько конкретных правил. Первое правило – успокойтесь. Вдох-выдох, вдох-выдох, выражать свои эмоции, даже отрицательные – дело хорошее, учитывая факт того, что скрытие и подавление в себе гнева, обиды или боли могут сделать только хуже, накопив весь негатив, который в будущем сработает, как ядерная бомба. Важный момент в эмоциональном комплексе является то, что выражать их необходимо конструктивно, а не выпаливать все на волю случая. Если вы понимаете, что сегодня вы скажете своей половине все, что о ней думаете, загляните перед этим серьезным разговором в душ или прогуляйтесь, а может даже поприседать – одним словом, сублимируйте. Все эти предварительные действия помогут вам поумерить зашкаливающий эмоциональный фон, а после разговора на повышенных тонах вы не будете жалеть о словах, сорвавшихся с ваших губ. Правило 2. Ругайтесь продуктивно. Итогом любого конфликта должно стать адекватное решение, устраивающее обе стороны. Если вы все же не смогли избежать ссоры на начальном этапе конфликта, введите весь скандал к продуктивному результату, устраивающим обе стороны. В противном случае, каким бы страстным и милым не было ваше примирение, ссора может разгореться снова. Взгляните хотя бы на итальянские пары, в отношениях которых находится огонь, обнимаются, страстно целуются. Если вы с любым человеком стали заложником длинного и трудно разрешимого конфликта, к примеру, его мама постоянно приезжает, когда вас нет дома и наводит в свой порядок, или же он не может научиться аккуратно складывать свои вещи, старайтесь прийти к решению приемлемым для каждого из вас на данном этапе отношений. Пусть причиной ваших конфликтов будут мелочи, они с легкостью заберут всю теплоту из ваших сердец, если вовремя не решить сложившиеся трудности. Правило 3. Проблема отдельно от человека. Изливая душу, избавляясь от всего, что накипело, не нужно переходить на личности в тех случаях, когда речь идет о длительном отсутствии второй половины, или же о его интриге, срок давности, который давно истек. Не забывайте о втором правиле. Ругайтесь продуктивно. Задача ссоры прежде всего верный выход из той или иной ситуации, а не постоянные упреки в том, кто прав, кто виноват. Закидывая свою вторую половинку с постоянными упреками, вы легко оттолкнете любимого человека, не придя к нужному решению. Правило 4. Извинитесь. Принесите извинения самостоятельно или же примите извинения второй половины. Да, приносить извинения – дело нелегкое, но нужное вашим отношениям. Самым замечательным извинением является то, в котором каждый из конфликтующих признает свою вину и вклад в развитие ситуации. Прося прощения помните, что изменять нужно лишь за конкретные поступки, которые ты считаешь своей ошибкой. Я виновата, что сорвалась, извини, что забыл поздравить твою маму. Обязательно нужно сделать акцент на вещи, что обидели тебя. Мне неприятно было понимать, что… Не следует извиняться ради галочки. Твой партнер легко почувствует неистинность, и можно легко наступить на грабли снова. Никогда не проси прощения за саму суть вашего конфликта. Если решаемый вопрос действительно тебя волнует. Извини, но я ревную тебя к этой женщине. Извиняйся в этой ситуации, ты не решаешь конфликт, а просто сводишь его на нет, ничего не решая. Принося извинения, не бери вину на себя. Прости, я сама во всем виновата. Конфликт – дело парное, и каждый в этой паре несет ответственность. И самое главное, не произноси извинения с оговоркой. Конечно, я внесу ответственность, но ты сам виноват. Тем самым мы перекладываем вину на партнера, и это приводит к новому конфликту. Правило 5. Не торопитесь. Большинство людей после ссоры нужно побыть наедине с собой в одной комнате, или пойти прогуляться часа на три, и это нормальное состояние. Вам не нужно заставлять вторую половину затягиваться в водоворот чувств. Каждый человек в отношениях имеет право на уединенные размышления без внешних, даже любимых раздражителей. Запомните, что не нужно превращать ваши отношения в демонстративную манипуляцию с потребностью повышенного внимания. Давайте друг другу столько свободы, сколько нужно, но в случае, если вы боитесь отпускать любимого надолго, оговорите рамки. Правило 6. Любовная лихорадка. Многие задаются вопросом о том, необходимо ли заканчивать конфликт с сексом. Да, но только в тех случаях, если вы заканчиваете конфликт с сексом, а не полностью заменяете конфликт им. В ситуации, когда причина вашего конфликта мелкая и ссора происходит как вспышка, то секс станет замечательным выходом накопившейся напряжения. Главное условие, что вы оба готовы к этому. В случае, если кто-то не хочет близости, даже простых объятий, необходимо просто потерпеть, переключиться на другие, на накопившиеся дела. Правило 7. Нет давлению. Среди людей есть те, которым очень сложно признать факт того, что они неправы. Таких людей отличает тяжелое принятие собственного чувства вины. Основных причин такой ситуации две. Принятие вины сравнимо с поражением или самоунижением, или же в детстве ребенок всегда был крайним во всем виноватым. В таких случаях признать вину очень тяжело и в чем-то даже болезненно. Если ты начинаешь ощущать, что второй половине слишком сложно произнести слова примирения, не стоит вытягивать их через принуждение. А если ты сама относишься к тем людям, у которых сложно признать вину, выражать свои чувства через поступки. Правило 8. Объединение. Проблемы не нужно спихивать на партнера. Помните, проблема в отношениях – проблема двоих людей. Выслушивая и поддерживая друг друга, решать проблему намного проще, чем посыпая обвинениями друг друга, выяснять отношения на повышенных тонах. Искренность и честность в ваших отношениях станут ключом к снижению руганий в ваших отношениях. Нужно уметь сглаживать конфликты в вашей семье. Это залог долгой совместной жизни. Ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.